Задорование, Ивану Александровичу, вам надзвичайно пасуете шапочку, как пылюшку. Я даже представляю, как она сейчас на мне сидит. Я сейчас говорю, да, мне слово. Всегда мечтала о такой шапке. Мне воспринимать это как взятку, правильно? Подарунок. Это просто подарунок, виздепельство. Правильно, это правильный ответ, иначе могла оказаться за решеткой. Ира, мне кажется, что козырь Игоря Кондортика в категории 25+, сегодня выглядел не в лучшем свете. Дело в том, что... Ладно, мы щире люди, говоришь, мы лечо заводом. Нет, 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 просто дело в том, что, во-первых, у меня снова претензии к режиссеру. Почему тебя все время... Почему тебя все время просят куда-то ходить, что-то делать, куда-то брать, что-то все время постановки, с кем-то взаимодействовать. Мне хочется, чтобы ты просто встала и спела, и дала эту свою энергию, не распределяла ее по всей этой сцене, куда ни попадя. В зал нужно это отдавать. И этой энергии в зал как раз и не хватало. Более того, в тебе есть контраст. Видишь, стал со мной согласен. В тебе есть контраст. В этой песне есть контраст. Но здесь на сцене этого контраста не было, да? От грусти к веселью. За счет, наверное, аранжировки. Потому что она все равно, по сути, своей минорная. И этой красной нитью прослеживается. И вот этот диссонанс, да, в аранжировке и в тебе лично, мне не давал, честно говоря, нормально воспринимать твое выступление. Смочного, дякую вам. Хотя, знаешь, в принципе, неплохо. И есть еще? На самом деле, это можно простить, вписать все на волнение. Дорогие глядачи, мы почекаем, пока Игорь Кондратюков дарует всех тысячу глядачей в наши залы. Вот, и в целом, я хочу в следующий раз, если он случится, услышать тебя. Это вызов, вызов вот твоему руководителю, режиссеру этого проекта. Тебя просто выйти и спеть, пожалуйста. Спасибо большое. Дякую. Дякую ему. Сергею. Я ничего не понял, что тут говорилось. Говорилось вообще не о том, потому что у меня с этой композицией связаны особые воспоминания. Я о них не знал. Мне обидно, что песня рано закончилась. Надо было еще сделать повтор припева, потому что композиция колоссальная. Это самая, наверное, сильная вещь в нашем сегодняшнем концерте. И, конечно, это о том, что уже ушло, что не вернуть, о детстве. Сушки сработали. Много, что происходит в нашей жизни, да, но никогда уже не вернуть этих колоравик-вермарков, красочных ярмарок, петушков дрочливых, коников-буяных, коней белогривых, да, Балаников над ручейкой, избушек и так далее. Вы всю песню будете переводить? Что ты ерунду говоришь какую-то? Молчи сиди. Неприятно даже это. Потому что это такое воспоминание о детстве. И, конечно, это было здорово, да. Дякую. Я поделяю телком, поделяю ваши эмоции. Сергею, дякую. Мне просто вспомнилось выступление Марили Радовича, роскошной польской певицы. Я хочу, чтобы публика, кто не знает эту певицу, услышала бы ее. Потому что таких песен сегодня никто не пишет. Не пишут таких песен. Простите. Мне хочется подойти, вас объединять. Рано. Ніно, втяжьте, будь ласка, Сергея. Я думаю, что наше шоу прекрасно в том, что оно щиро. И только тут можно почути такие песни и побачить такие эмоции. И я пропоную зараз, Ніно, скажи щось.